Привет, друзья! Прохор Шаляпин – скандальный известный певец. У исполнителя хорошие вокальные данные, но его имя всплывает гораздо чаще в желтой прессе, чем в списках участников музыкальных шоу. Артист выдавал себя за родственника Федора Шаляпина, женился на состоятельной даме возрасте и устроил скандал с ДНК-тестом. Но для начала подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Прохор Шаляпин и сколько он зарабатывает. Прохор Шаляпин – настоящее имя Андрей Андреевич Захаренков. Родился в Волгограде 26 ноября 1983 года. Отец работал всю жизнь столеваром, а мать была поваром на том же заводе, где трудился муж. В детстве, когда мальчик учился в младшей школе, он уже связал свою жизнь с музыкой и всерьез занялся вокалом. Также парень осваивал игру на ваянии и пел в городском хоре. Спустя время Прохор стал выступать в шоу-группе для детей и подростков «Джем». В 1996 году юноша написал свою первую песню под названием «Нереальный сон», а через три года участвовал в музыкальном шоу «Утренняя звезда», где занял третье место. В пятнадцатилетнем возрасте Шаляпин поехал покорять столицу. В Москве он выступил в музыкальном училище Ипполитова Иванова, а через несколько лет оказался в Российской академии музыки имени Гнесиных. Популярность Прохора Шаляпина настигла только после его участия в отборе на «Фабрику звезд 6». Тогда артисту удалось покорить судейский состав и зрителей и дойти до финала. В ходе конкурса молодой исполнитель представил на отчетных концертах много ярких номеров. Одним из них стал дуэт с императрицей Ириной Аллегровой. Пара исполнила хит «Скажи» из репертуара артистки. Вскоре вокалист заключил контракт с продюсером Виктором Дробышем. В сотрудничестве с Дробышем музыкант создавал современные обработки русских народных песен и романцев, которые впоследствии стали основным репертуаром певца. Они были визитной карточкой парня, которая открыла для него гастрольную деятельность. Во многих городах России с радостью слушали, как вокалист исполняет такие композиции, как «Белый лебедь» или «Дубинушка». В 2007 году тандем распался. Шаляпин и Дробыш прекратили сотрудничество после череды скандалов. С 2008 года артист начал снимать клипы на свои песни. Репертуар артиста начал пополняться такими хитами, как «Ненаглядные», «Ах, эти черные глаза» и другие. В 2013 году дискография артиста пополнилась пластинка «Легенда». Несмотря на то, что артист много работает, постоянно подпитывая публику своим творчеством, внимание зрителей больше приковано к скандальной личной жизни Прохора Шаляпина и его женщин. Первой возлюбленной исполнителя стала Алла Пеняева, которая обладала миллионным состоянием. Женщина помогла парню поступить в столичный вуз, чтобы тот получил высшее образование, и обеспечила его квартирой и автомобилем. В 2013 году Прохор Шаляпин женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которой на то время было 52 года. Роман освещался во многих программах, а свадьба стала одной из самых скандальных и громких в 2013 году. Семья певца не приняла этот брак. В 2014 году стало известно, что Прохор Шаляпин и его жена оформили развод. Во время брака с Копенкиной у Шаляпина случился роман с Анной Калашниковой, которая на тот момент уже была беременна. В марте 2015 года у Шаляпина и Калашниковой родился сын Даня. Пара часто появлялась на российских ток-шоу, в частности в передаче «Пусть говорят». Артисты решили узаконить отношения, но из-за многочисленных конфликтов у них ничего не получилось. К тому же впоследствии оказалось, что сына Анна родила не от Прохора. В апреле 2018 года светское общество стало обсуждать роман между Прохором и бывшей женой Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер поддерживал женщину во время скандального развода, а после был замечен в ее компании. Союз Виталины оказался для Прохора плодотворным и в творческом плане. В 2018 году пара представила песню «Я больше не буду». В этом же году артиста пригласили на роль телеведущего «Прогноза погоды» на канале НТВ. Также Шаляпин участвовал в телепроекте «Пятеро на одного». Концерты Прохора прошли в столице и других городах страны. Прохор Шаляпин регулярно дает концерты и корпоративы. Но это далеко не единственный источник его заработка. Прохор часто появляется на федеральных каналах в передачах, а-ля «Пусть говорят», развивает личный инстаграм и частенько кучкуется в обществе зажиточных дам. Также стоит вспомнить, что по обнародованной самим Прохором информации, от фиктивного брака с Ларисой Копенкиной провинциал получил 1 миллион евро. Лариса также в свое время подарила квартиру Прохору стоимостью в 18 миллионов рублей. Но в эфире «Пусть говорят» он заявил, что вернет квартиру сыну Копенкиной. Вернул ли Прохор квартиру, на самом деле нам доподлинно неизвестно. В общем, не будем ходить вокруг да около, только по приблизительным подсчетам артист заработал примерно 26 миллионов 700 тысяч рублей. У Прохора есть репертуар, и он с ним выступает на корпоративах. Но несмотря на постоянный искусственно раздуваемый хайп возле своей персоны, по российским меркам Шаляпин зарабатывает за них мало – около 180 тысяч за вечер. Правда, на больших площадках парня не встретить. Певец гастролирует со всей программой по всей России, от Урала до Сибири. У него есть даже собственный райдер, который включает наличие напитков и бутербродов в гримерной, оплату проезда до города, от вокзала до гостиницы и трехразовое питание. Достаточно скромно по звездным меркам. Впрочем, города, которые посещает певец с концертами, тоже небольшие и провинциальные. Инстаграм певца насчитывает почти 600 тысяч подписчиков, что привлекательно для различных брендов, которые хотят рекламировать свой товар для многочисленной аудитории. Ведет свой Инстаграм Прохор исправно, и рекламных интеграций там больше, чем кажется на первый взгляд. Плюс аудитория в аккаунте – отнюдь не школьники, а платежеспособные женщины. Так что ценник на рекламу тут внушительный. Около 250 тысяч за прямую интеграцию и 100 тысяч рублей за пассивную. На каждой второй фотке Прохор рекламирует какой-нибудь бренд. Так, Прохор рекламировал бренд меховой одежды и немецкую фирму «Верхние одежды». Ежедневно инстасамет делает минимум один пост. В месяц около восьми из них имеют ту или иную интеграцию. То есть можно предполагать, что в Инстаграм Шаляпину удается зарабатывать около полутора миллионов рублей в месяц. Не так давно Прохор Шаляпин охвастался шикарными апартаментами в Москве. Еще недавно в СМИ активно обсуждалась личная жизнь отечественного исполнителя. Так, журналисты выяснили, что достаточно долгое время Прохор состоит в отношениях с состоятельной канаткой 40 лет. Именно она якобы обеспечивает все поездки певца за рубеж. Судя по всему, к интерьеру столичной недвижимости Прохора обеспеченная любовница также приложила руку. На личной странице в Инстаграм Шаляпин поделился фото и видео, на которых можно оценить внутреннее убранство дома. Так, изюминкой гостиной, с уверенностью можно назвать пышный диван на три персоны, а также обилие панорамных окон. В центре комнаты красуется стеклянный столик, а по левую и правую руку, словно солдаты, стоят абажуры, которые визуально очень похожи на вазы, а декорированные к желью. Избалованный народной любовью и привыкший к славе, Прохор не может жить без ток-шоу и телевидения. Суперзвезде нравится выставлять свою личную жизнь на показ. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои предложения оставляйте в комментариях, переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!